Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, как мне кажется, не совсем корректным с точки зрения вопроса психологу, потому что психолог не предсказывает будущее, по крайней мере, тех, кто работает. Профессионально. Будущее не предсказывает. Если вы хотите узнать, к чему вам готовиться, то есть предсказать будущее, ну, я думаю, имеет смысл обратиться в раздел эзотерики, там вам ответят. Если спросить меня, как психолога, к чему вам готовиться, я бы сказал вам, что то, к чему вы, к чему вам готовиться, уже произошло. И произошло это не сейчас, не сегодня, не вчера. Я даже думаю, ну, число временной промежуток, я даже думаю, что это произошло не 10-15 лет назад. Я думаю, это произошло раньше. То есть то, к чему вам готовиться, в принципе, вообще давно случилось. Вы просто не замечаете этого, избегаете, компенсируете, купируете, интеллектуализируете это. Но то, к чему вам готовиться, всегда с вами. В первую очередь, это непринятие определенной части себя. Непринятие в себе, свободы выбора, свободы личности своей, непринятие в себе своей собственной уникальности, вне зависимости от того, кто как на это смотрит. Вы не принимаете в себе свободу выбора решений. По привычке полагаясь на стереотип, на некую социальную теорию. Умирает на по этой теории и выбирая себе машин. Вы отрицаете в себе свободу развития своей жизни, многопланового развития своей жизни. Вы отрицаете в себе свободу от конкуренции, от борьбы. Вы отрицаете в себе возможность быть собой. Если вы посмотрите на своего мужа, вы увидите, что тот, кто он есть, он естественен. Скорее всего, он естественен. Тот, кто он есть, он скорее всего таким и является. Он не строит из себя кого-то, он не пытается касаться. Он такой и есть. А можно ли сказать то же самое про вас? Можно ли про вас сказать, что вы пытаетесь... Что вы такая, какая вы есть? Можно ли сказать, что вы не пытаетесь казаться? Можно ли утверждать, что вы просто вот так, какая вы есть? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что вы находитесь сейчас во власти одной из социальных теорий, согласно которым женщина должна быть какой-то. И вот все то, что вы увидели в этой женщине, а ведь вы ее, по сути, идеализируете. И то, что вы описываете, это, как мне кажется, зависть. То, что вы описываете, это зависть. То, что вы сами в себе пытаетесь всеми силами подавить, потому что, ну, как так, я кому-то завидую. Это невозможно, это нельзя, это страх, стыд и позор. Хотя, на самом деле, зависть человеку необходима для того, чтобы понимать, в какую сторону ему развиваться. Так вот, вы знаете, вот эта вот зависть, которую вы чувствуете, она про то, какой вы хотите быть. Она про то, какой вы можете быть. Ведь зависть не возникает, включая. Зависть появляется, соответствуется четкой закономерностью. Зависть нельзя для того, чтобы, ага, ага, вот это вот я мог бы сделать так же, а то и лучше. Ага, вот это вот я мог бы так же сделать. Вполне вероятно, что эта женщина тем опасна, что она очень сильно похожа на вас. Если бы вы себя не сдерживали, если бы вы не пытались кого-то из себя строить, если бы вы не пытались быть кем-то, кем бы не являетесь. И быть кем-то, если бы вы не боялись. Вот вы пишите, что боюсь, что он не влюбится. Ну, если влюбится, разве это не выбор вашего мужа? Или вы в отношениях придерживаетесь еще одной социальной теории, что семья и брак это один раз и навсегда? Нет, люди могут влюбиться нормально. Вы отрицаете этот выбор. Получается, что у вас страх из-за невозможности отказаться от социальной теории. То есть, если муж, мужчина, человек влюбиться в другую, это значит со мной что-то не так. Значит, что я какая-то не такая. Нет. К вам это отношение. Отношение не имеет. Даже если, даже если вы что-то делаете, ну, там, ревнуете, выносите мужемозг и прочее, это не влияет на то, что он влюбляется в другую. Это не влияет по большому счету на его чувства, если эти чувства есть. Ну, я имею в виду, в разумных пределах. Конечно, это все понятно, что если вы откровенно перегибаете палку с ревностью, там, то это вызывает обращение. Но, если это не достигает критической точки, то это не влияет на чувства вашего мужика. Ну, вообще, эти чувства человека не влияет. Вот. Поэтому, вот, вы раскроете этот страх. Вот, я боюсь. Что там в этом страхе? Какой конфликт вертится? Такая борьба. Что с чем борется? Борется у вас в том, что он мужем любит. Знаете, ведь человек, другой человек, мне кажется, не может быть костелем, не может быть опорой. Может быть партнером. Да, поддержкой, да, но не опорой. А получается, что вы по жизни идете опираясь на своего мужа. Если муж не встанет, этот муж, ну, конечно, я ни в коем случае этого не хочу. Но, если вдруг случится так, что завтра ваша муж попадет в больницу, умрет и так далее, то что произойдет, что случится тогда. Вот, а это может случиться. Мать каждого. Поэтому, есть ощущение, что у вас получилось как-то вот себя перекрутить, переезжать, чтобы вы и другие поверили, что вы какая-то. Мне кажется, вы совсем другая. Вот эта женщина напомнила вам, какой вы хотите быть. И это запустило определенные процессы у вас. А также это напомнило вам о том, что в действительности в отношениях нет свободы. То есть, действительность этого свобода это мнима. Не может мужчина в кого-то влюбиться. Не может. Что если вы в кого-то влюбиться, значит, что с вами что-то не так. Это вот подобные социальные теории, они осложняют жизнь. Очень многим людям и семьям и так далее. Нас так воспитывают, понятно, но это просто теории. Не имеющие ничего общего. Понимаете? Такая история. У меня решили, у вас есть позиция, что только мне можно восхищаться. Только ко мне можно относиться с нежностью. Нет. Нет. Поэтому вам не готовиться на это. Потому что готовиться это про тот же контроль. Вам себя раскрывать нужно. Узнавать себя. Познавать себя. Тогда вы увидите, что то, что происходит в США, это естественно. Удачи вам всего самого доброго. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам.